Выпуск моего видеоблога, друзья, будет исключительно гастрономическим. Так что приготовьтесь, сделайте себе бутерброд какой-то, чтобы не оголодать, не истечь слюной. Я вам покажу, что я беру с собой в рейс, что я кушаю, что могут есть русскоязычные дальнобойщики в Америке, как можно сэкономить, как мы вообще живем и выживаем в этих тяжелейших американских условиях. Ну что, 16 января приходит зима уже, уже обычно к моему дню рождения. Вот сейчас снежок начинает идти, мы на 80-ке, на Огайо Торнбайк, направляемся в сторону Чикаго, в Голлинойс, около Чикаго, в маленький городок, Крестхилл. Может видите сзади меня что-то, Диуэти инспектор подъехал прямо к заправкам и всех выгоняет. Что там такое происходит, непонятно. Что-то тракисты последнее время попадают в немилость, шерстят нас как могут. Видимо тех, кто стоит неправильно около заправки, занимает паркинг, они начинают выгонять. Вот вы видите, сзади Кархоллер поехал. Он просто выгоняет тех, кто занимает неправильный паркинг. Восьмидесятка Индиана, я пошел покушать. Что можно купить на обычной заправке на трассе Ай-80. В основном хот-доги и какой-то фаст-фуд, сэндвичи. Типа Сабвея, типа Вавы. Ух, сучек, криви горячий. С собой чай, кружечка походная. Тут такие аппараты стоят. И здесь уже готовый кофе. Где мне найти горячей воды? Все компьютеризировано, друзья мои, уже. Видите, здесь написано Swipe for hot water. Alright, вижу. И здесь мы выбираем, какую размер вам кружку нужно и наливаем. Вот, собственно, что я и делаю. Отлично. Здесь, как на всех заправках, все подряд. Все, что нужно и не нужно. Еда, напитки, мороженое. Даже вон есть что-то для домашних животных. Аптечная полка. Куриный супчик. Вкусно и питательно. Можно питаться по-разному. Все это взял я с собой. Чай тоже я взял с собой. Я набираю кипяточку и делаю себе чай. Тут можно посмотреть, что делать в Индиане. Не дают снять, нормально ходят постоянно. В 19-м на питание трак-драйверам выделялось 65 долларов в день. Что это означает? 65 долларов в день вы могли потратить на питание. Эти деньги вам никто не дает. Но когда вы будете платить налоги, эта сумма списывается. Сколько дней вы работали. 65 долларов за каждый день. Умножаете, получаете сумму, которая отнимается. Не знаю, как будет в 20-м году. В 18-м году было 63 доллара, по-моему, в день. В 19-м году, с учетом инфляции, это было уже 65 долларов в день. Поэтому вы можете экономить. Вы можете питаться дешевле. Вы можете готовить еду сами, дома заранее. И потом ехать, брать с собой. Нормально питаться. Экономить деньги в неделю. Тратить на питание 120 долларов, а не 65. На завтрак были бутерброды с ветчиной и сыром. На обед куриный супчик с лапшой. А сейчас ужин. Вот это я вам показываю, что я ем целый день. Сегодня я не потратил пока еще ни цента на еду. То есть ем все свое и пью чай. Жена у меня готовит прекрасно. Вот так что я взял с собой. Картошечку в мундире и куриную ножку, голень. Drumsticks, это здесь называется барабанная палочка. У нас в России голень называется. Чаю там только кое-что у меня есть. Иногда я что-то покупаю, но вот пока можно поесть. И пока еще я не тратился ни на что. Обнаружил на траке, так скажем, надлом на кабеле. На электрическом электрикейле. Он стоит на тракстапе ЛАВС 90 долларов. 89,99. Видите, здесь он переломный. Смотри, он отходит. Вот он идет, вот он идет, вот он идет. И вот сюда он присоединяется. Будем ставить новый. Вот новый кабель. И надо зафиксировать старый. Сейчас зафиксируем тейпом, скотчем. Поедем так, друзья, мне так надежнее будет. 100 долларов обошлось мне кабель. 89,99 и тейп за 5 долларов. Первый рабочий день трипа закончен. На еду сегодня не потрачено ничего. Ну а так мы с женой закупаемся на 150 долларов в неделю. Готовим дома и на неделю, то есть обычно на 5-6 дней я беру еду с собой. Могу сказать, что мы не чипари, которые чипарятся, постоянно ужимаются. То есть чипари это от слова чип, то есть дешево. Я иногда ем где-то, надоедает. Мне могу и сосиску съесть, и хот-дог могу съесть. И зайти в Деннис, и зайти в Айхоп. Съесть блинчики там с чем-то для разнообразия. Периодически я ем в разных местах. И трачу иногда примерно 15-20 долларов в день. Бывает, что-то захочется. Ну а так вот на этой неделе я много еды взял с собой. Жена готовит прекрасно. Поэтому решил проверить, сколько я потрачу. И буду рассказывать об этом вам. Есть люди, которым сколько бы они не потратили, им все жалко. Они считают каждую копейку. Они очень сильно экономят. Они возят с собой все в траке. Они никогда не купят кофе на тракстапе и так далее. Радуются, сколько же они сэкономили. То есть может быть они считают это даже своим заработком. То, что они сэкономили. Есть много людей, которые наоборот транжирят деньги. Которые три раза в день на тракстапах покупают кофе. Курят. Покупают сигареты в любых штатах. Где они дорого, где дешево. Там без разницы. Не смотрят на цены вообще никогда. Я могу сказать, что все-таки мне не нравится ни та, ни та крайность. Поэтому, как мы знаем, в любой сфере главная золотая середина. Поэтому я ее пытаюсь сейчас найти. Хочу следить за своими тратами. Но при этом полностью все считать меня очень сильно напрягает. Я все-таки чувствую себя счастливым. Когда я могу не считать каждую копейку, а жить относительно спокойно. Но при этом я ни транжира, ни мост. И на все пять дней я стараюсь еду брать с собой. У меня есть туго-укружка, в которой я делаю себе чай. Который я беру с собой. Потому что я могу с собой взять чай, который реально вкусный. А не который предлагают на тракстапах. Поэтому я считаю, что свою золотую середину я уже практически нашел. Но можно чуть-чуть снизить еще траты. Больше еды брать с собой. Так она будет более здоровая пища. Заодно экономия. Поэтому мы, когда я приезжаю домой, мы с женой закупаемся где-то на 150 долларов в неделю. Ну и пока я езжу, я могу потратить там 50-100 долларов иногда. Ну а на этой неделе я решил проверить, сколько я потрачу конкретно. Первый день я отработал сегодня. Пока не потратил ничего. Ну а дальше буду показывать вам, что будет происходить. Вкусный выпуск продолжается. В этом выпуске говорим о еде, говорим о питании. Продирать глаза. Продолжаем гастрономическую тематику. Сейчас будем завтракать на завтрак. У нас есть йогурт, есть бананы, есть бутерброды с ветчиной и сыром. Я могу сказать, что холодная погода вот только начинается. По тем штатам, где давно снег, по всяким там Монтане, Айдахо, Колорадо, Вашингтонам. В ту сторону мы не ездим. Мы ездим в основном по Ист-Косту, по восточному побережью и чуть-чуть на Мид-Уэст, то есть в сторону Чикаго, в центр Америки. И в основном иногда ездим на юг. Через пару дней будем в Майами. То есть для меня зима вот 17 января только начинается. Сегодня с утра чуть-чуть я вам наврал. Кроме йогурта и банана мы еще с напарником рубанули макароны по-флотски. Напарник тоже берет еду с собой в основном. Поэтому пока не потрачено ничего. Все возим с собой. Выпил баночку камбучи, выпил чаю с лимончиком. И все, едем дальше. Это еще пока был только завтрак. Еще впереди обед. Сейчас я довезу груз. Уже через 80 миль я буду в Балки-Море. В Балки-Море я скину трейлер. Рядом проеду недалеко в город Нортист, Мэриленд. И потом уже будем там отдыхать. Уже забирать трейлер. Там будем поздно вечером. Уже будет работать дальше мой напарник. Продолжаю вам показывать, что ест дальнобойщик в рейсе. Кстати, почему-то в Америке русскоязычных водителей называют Adidas Driver. Наверное, потому что они ходят в шлепках и в трико с тремя полосками. Ну, почему называют нас Adidas Driver, непонятно. Такой тупняк бывает. Мне уже надо выехать, короче. А выехать не представляется возможным. Потому что такой въезд под углом. И те, кто выезжают, и те, кто заезжают, короче, не поделили дорогу. Отчитываюсь за эту неделю. Второй рабочий день прошел. 5 часов вечера, я уже доехал. Трейлер нам забирать только в 11. Свободное время впереди. Уже мой напарник поедет. Я уже буду отдыхать. Пойду я сейчас и поем в Деннисе. Не буду я сегодня есть свою еду. Поем в Деннисе. Деннис это такой... Это не ресторан, это не кафе. Это, наверное, столовая. Деннис это такая столовка такого среднего уровня. На тракстапах какой может быть уровень. Главное, что там есть розетки. Там можно зарядить свой лэптап, свой ноутбук. И там есть Wi-Fi. Обеда сегодня не было. Я ехал. Уже хотел доехать, скинуть трейлер, освободиться. Поэтому вот с утра я завтракал. Сейчас обеда не было. В 5 часов вечера я пойду поужинаю. Заказал сирлоэн стейк в чесноке. Сирлоэн стейк с чесноком. Это 13 долларов. Ну, там, конечно, счет будет больше. Я чайкую, попью и на десерт еще что-то съем обязательно. Ну, попробуем какой тут стейк. Вот такой ужин на второй день рейса. Чай с лимоном. Причем целый лимон мне нарезали сюда. Стейк с чесночком. И two sides, два гарнира. Кабачки цукини, пюре и хлебушек еще дали. Стейк medium well. Хорошо прожаренный. Легко режется. Отличный ужин, друзья. Приятного аппетита. А десерт можно себе позволить сегодня? Чакл от лава кейк с ванильным мороженым. Второй день рейса прошел. Сегодня потрачено 16 долларов 2 цента на ужин в Деннисе. Зарядил свой лэптап, свой макбук. И начал монтировать для вас очередной видос. Проехался я сегодня немного, где-то около 300 миль. Примерно от границы Вест-Вирджинии из Пенсильвании, через Пенсильванию и в Балтимор. Нахожусь сейчас около Балтимора, городок North East, North East Maryland. Сегодня есть время отдохнуть, подумать о жизни, пообщаться с аудиторией, друзья мои. Какая-то свобода и общение, и время свободное в этой работе. Это мне очень нравится. Вот видите, как хорошо ночью снимать на iPhone. У него есть подсветка. То есть включил, как на фотографиях, вспышку. И снимаешь себе ночью абсолютно спокойно. На многих камерах нет подсветки, чтобы ночью спокойно снимать. Так что, друзья мои, видеоблог снятый на обычный телефон, на обычный iPhone. Тоже прекрасно работает и смотрится. На третий день рейса погода уже изгадилась конкретно. Температура где-то плюс один. И дождь такой, короче, freezing rain. Вообще неприятная погода. Когда погода неприятная, что может быть приятного в жизни? Правильно, это завтрак. Так что идем завтракать. Вроде чуть-чуть потеплело, и дождь уже не замерзает. Поэтому более-менее ехать можно. Куриный супчик будет у нас. Путерброды с ветчиной. И еще гречка с мясом у напарника. Так что все это мы сейчас будем подъедать. Вот я сейчас вам покажу, что такое freezing rain, замерзающий дождь. Да, вот вы можете увидеть. Видите, он замерзает. Ночью замерзал. Сейчас утром уже будет лучше. На деревьях также. Деревья ломаются очень часто. Видите, все они обледеневшие, все ветки. Синамон есть сладости с синамоном. Вот как выглядит тяжелая жизнь дальнобойщиков. Вот это у нас завтрак. Бутерброды, куриный супчик, гречка, чай с лимоном. Сейчас едем в Кентаке, а потом поедем в Майами. Надо уезжать от этой плохой погоды. Приехали в Кентаке. Отцепляем трейлер наш. Знаете, вот 18 января уже. И я чувствую, что зимы нету. Как будто осень продолжается. Я после Сибири. Я живу в Филадельфии. Но езжу я по восточному побережью. После того, как я приехал из Сибири, по моим ощущениям, зимы, конечно, в Америке нету. 17 января по-прежнему продолжается осень. То есть дождь, снег, слякоть. Такого, чтобы лег снежок и все было белое, чтобы был мороз. Такого не происходит. С одной стороны, это плюс. С другой стороны, если нет зимы, вы понимаете, весны же тоже тогда нет. Что такое у нас в Сибири весна? Зимой все умирает. Полностью все умирает зимой. Но весной все воскресает. А здесь, если все не умерло, то и воскресать как бы нечем. В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранней простужен, скрылся венами рек. Все перемолото, скобка настоптано, слишком долго зимой. Но у меня есть ты, ты это дали на бой. Если кто-то пробовал, что такое корн-дог, напишите мне в комментариях, можно рисковать или нет. Третий день рейса. И у меня с макаронами. Лосось по-русски, наверное. Лосось с макаронами и чай. Приступаем к обеду. Денег сегодня не потрачено. Третий день рейса, обед. Забегаловка называется Hardis. Я на Тракстапе Лапс. Поэтому для желающих купить немного изжоги можно пойти и вот там выбрать себе бургер. Френч фрайс. Бургер с жареной картошкой фри. Думаю, долларов за 7 можно поесть. Если вы хотите купить трак и не знаете на каком сайте посмотреть, посмотрите на трак пейпера. 7 часов вечера. Охота передохнуть так что-то уже и что-то съесть. Вот видите, какой лавс прикольный. Там спускаться надо вниз. Но это хорошо, чтобы водители могли хоть размяться, пройтись чуть-чуть. Ай, хорошо. Решил, чтобы не было этой недели прям такой рафинированной, что я вот такой вот примерный экономист, семьянин. Ничего не трачу. Все-таки я должен хоть чем-то себя порадовать. Какое еще счастье в жизни трак-драйвера. Хоть помыться, поесть, да поспать и все. Поэтому я думаю, посижу, чайку попью, мороженого съем. Скажу вам потом отчет, сколько это стоило мне. Можно яйца купить вареные. А можно и даже пивка. Ну так драйвером нельзя за рулем. А так, ну это заправка. У людей больше нет магазинов. Рядом приезжают на заправку за пивом. Ну вот и конец третьего рабочего дня. Мороженое за 2,99. Обошлось мне 3,19. Это вы знаете в Америке. Тексы на все идут. Если на литрине написано 2,99, то в тотале цена 3,19. То есть сегодня я съел мороженое за 3,19. И вчера я покушал, поужинал на 16 долларов 2 цента. Вот это пока все мои траты за 3 дня рейс. Сервис Плаза во Флориде. Вест Палм Битс. Что мы едим? Четвертый день рейса. Мой напарник прячется. Он не хочет быть на видео. Не хочет быть замеченным толпой. Нет, это не мой бургер, друзья. Вот я ем йогурт. Я попью томатного соку. Еще есть у меня бутербродики. А потом уже будем что-то покупать. Все, погнали дальше. Здесь вообще, короче, супер классно. Один минус. Один минус. Это летом здесь невыносимо жарко при большой влажности. То есть очень хочется сюда переехать. Но вот весна, зима, осень здесь вообще клево. Но вот июнь, июль, август вообще будет невыносимо при большой влажности. Эта жара переносится очень тяжело. Была бы возможность так сидеть в любой точке мира. Раз, щелкнул. Ты уже во Флориде. Потом раз. Приехали на шашлычок. И ты уже в Омске. Потом раз, щелкнул. Передаем привет папочке во Флориду. А у нас вот такая красота. И ты дома в Пенсильвании. Вот это было бы хорошо. А жить в одном месте постоянно, это уже скучно. Надо нам уже сделать этот телепорт, чтобы можно было телепортироваться в любую точку света со скоростью того же самого света. Так раз, и все, и поехали. Ящерицу, видите? Вон она сидит. Находимся недалеко от Майами. Это маленький городок Опа-Лока называется. И здесь с паркингами тяжело. Здесь нормальных тракстапов нету. Поэтому пришлось заплатить 15 долларов за траковый паркинг и 12 долларов за душ еще. Четвертый день ужин. Харчо и чай с печеньем. Ночь с четвертого на пятый рабочий день. Нам захотелось сильно поесть в Арбисе. Та-дам! Чикен и это биф джайро. Да? Биф джайро? Угу. И вредные напитки. Все. Никому не говорите. Так, пятый день рейса. Вот я проснулся, продираю глаза, иду умываться. Находимся мы в Южной Каролине, Сейвс Каролайна. И ехать мне в Нью-Джерси еще один стаб. И все, и домой. То есть сегодня к концу рабочего дня я доеду домой. Думаю, часам к десяти вечера. Может даже пораньше. Страты за вчерашний день. Один доллар, потом 6.08 на лавсе. И потом 10.52 в Арбисе. Пятый день рейса. Куриный суп, сыр, колбаса и чай. Так, мы с вами наблюдали, как горит рефрижератор, реферный прицеп. Я считаю, что водитель этого трака поступил абсолютно правильно. Потому что трак стоял впереди, а горящий прицеп стоял сзади. То есть первым делом он отцепил прицеп. Поэтому если вы учитесь в школе, обязательно попросите, чтобы вас научили прицеплять и отцеплять прицепы. То есть первым делом, если у вас загорелся или реферный мотор, или колеса, вы видите, что горят. Первым делом отцепляйте прицеп от трака, отъезжайте траком на безопасное расстояние. Затем уже набирайте 911, бегите огнетушители, бегите тушить. Это дело все. Если это безопасно, можно сделать самому. Если нельзя сделать, то звоните в 911 и ждите полицию и пожарных. Находимся в глубокой деревне в Вирджинии. Буфет 12.50. Будем есть с напарником в буфете. Так, транжиры на этой неделе еще раз зашли в буфет, потому что когда едешь с напарником, все-таки веселее куда-то пойти поесть. Поэтому вот это, это баффет, то есть свободный буфет, где можно набрать все, что угодно. На 12.50. А я заказал филы чизстейк за 6.99. Ну и чай традиционно, и пепси. Ну еще будет ужин, еще мне ехать 5 часов, поэтому я еще остановлюсь и доем салман с картошкой. Лосось с картошкой я еще доем. Камбучу я уже допил. И все, и на этом мы вечером уже будем дома. И вот мой филы чизстейк. Но это не традиционный филы чизстейк, потому что здесь и летусы, и помидоры. Но тем не менее, неплохо. Транжиры в последний день рейса потратили еще денег. Короче, вместе с типами еще 28 долларов. Поделим это пополам. Так, друзья мои, 5 суток трипа заканчиваются. Мы проехали 4831 милю, ну примерно 5000 миль мы проезжаем в неделю, то есть за 5 суток. И выехал я сегодня из Южной Каролины. Я проехал South Carolina, North Carolina, Virginia, DC, Maryland, Delaware, New Jersey. И вот мы в Пенсильвании. Все, приехали. Сейчас надо свою машину откопать, напарковать тракт. И домой, домой, домой скорее. Помыться, поесть, отдохнуть, помочь жене. Навести порядок дома, повозиться с дочкой. И что? Правильно. И завтра снова в рейс на 5 суток. Все, машина сейчас прогреется и еду домой. В общем, сегодня поели вдвоем на 28 долларов. То есть пополам поделить это 14 долларов. Сегодня я потратил на еду. Ну, честно говоря, так я себя ни в чем особо не ограничивал. Хоть я брал еду с собой, но периодически мы где-то ели. Поэтому за эту неделю я потратил 50 долларов 21 цент. За 5 суток рейса, за один рейс 50 долларов 21 цент. Кроме этого, еще мне пришлось во Флориде заплатить 12 долларов за душ. У меня на карточке не было уже души. И 15 долларов за парковку. То есть еще потрачены деньги. Еще 27 долларов. То есть вот 27 и еще 50. 77 долларов 21 цент. Ну, какие-то деньги все равно я периодически трачу. Кроме этого, мы закупаемся с женой примерно на 100-120 долларов в неделю. Это на всю семью. Из этого что-то я беру с собой, что-то остается дома. Ну, примерно еще, кроме этих 50 долларов на еду в неделю, еще долларов на 100 мы закупаемся дома. Мне до дома от парковки минут 10 где-то на машине. Старенькая хондочка не подводит, подбросит меня до дома. Сейчас буквально 10 минут, и я буду дома. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И счастливо, увидимся. Домой. Я дома. Завтра на работу. Вообще, друзья, вы можете заметить, что вся еда такая very simple, такая очень простая. Русский забыл, английский не выучил, да? Очень простая, потому что у нас нет времени сильно наготавливать. Я приезжаю домой на 1-2 дня в неделю. Жена занимается дочкой, поэтому пока я хватаю в руки дочку, жена включает 4 комфорки, духовку. И все это одновременно, там, кура, рыба, мясо и гарнир. И все это одновременно быстро готовится. Поэтому хотя бы успеть как-то что-то сделать, приготовить. У нас тут нет в Америке ни бабушек, ни дедушек, ни сестер, ни братьев, никаких родственников. Поэтому справляемся сами полностью. Я работаю, а жена сидит уже с ребенком. Без всякой помощи. Поэтому достаточно тяжело успевать все это делать. Поэтому не судите с броком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok